Виталий, приветствую тебя! Очередное видео, технический фундаментальный анализ, обсуждаем то, что на финансовых рынках в моменте происходит, все самое интересное, делимся нашим видением, для того, чтобы, друзья, те из вас, кто следит за нашим контентом, нашим материалом, у вас были дополнительные причины принятия решений и проявления вашей торговой активности. Виталий, огромный тебе привет! Ну что, сегодня у нас ФРС, точнее, заседание мы начали еще вчера, сегодня итоги двухдневного заседания, поздно вечером, если ориентироваться на московское время, там в 10.00-10.30 без конференции. События важные, потому что это событие, которое непосредственно повлияет на то, что творится с долларом. Доллар у нас в мощном нисходящем тренде, и я сегодня занимаю позицию тех, кто верит еще больше в снижение на американцев. Потому что сегодня, по факту тех решений, которые могут быть озвучены, ФРС реально может чуть-чуть опередить Конгресс в плане доп. поддержки экономики и смягчить еще больше монетарный режим. Конечно же, ставку не изменят, должно произойти какое-то чудо, но и без изменения ставки могут быть серьезные отклики в динамике доллара на другие инструменты. Например, все знают о программе количественного смягчения. Так вот, ФРС может либо увеличить объем программы количественного смягчения, либо пересмотреть ассортимент тех бумаг, с которыми работает, либо увеличить, кстати, самый вероятный сценарий, увеличить сроки действия этой программы количественного смягчения. Безусловно, как на это отреагирует рынок? Но если разделить все, что происходит на финансовых рынках, это на динамику доллара и динамику рисковых инструментов, можно сказать, что чем больше смягчает политику ФРС, чем больше разговоров о новых мерах экономического стимулирования, тем больше ожиданий, тем сильнее ожидания того, что мировая экономика восстановится. Потому что деньги как раз ей будут в этом помогать. Отсюда вот и рост всего, что имеет отношение к риску. Вот смотрите, как только все заговорили о очередном активном обсуждении фискальной поддержки от США, фондовые рынки поперли в космос опять себе, потому что все ждут прихода денег и понимают то, что с этим будет житься удобнее. Короче, давай прям перейдем к графикам. У меня первый график, я традиционно показываю индекс доллара и продолжим обсуждать то, что происходит у меня еще глядя на графическую вставляющую. Секундочку. Так, друзья, ну перед вами сейчас индекс доллара 90.33, все ниже и ниже. И каждый раз, когда мы с тобой выходим в эфир, Виталий, я рекомендую топить за еще большее снижение американца, потому что ну такой фонд. Действительно, сегодня, как я уже отметил, мы ждем ФРС. Но что еще важнее, я делаю отсылку на вчерашнее заявление представителей Конгресса Митча Макконнелла, лидера большинства в Сенате, еще лидера Палаты представителей Менси Пелоси, там сбоку при треху еще Мнучин где-то топчется. Короче, все они за то, что нужно принимать меры экономической помощи уже сейчас. И вот как только прошло голосование коллегии выборщиков, и Байден стал президентом, все поняли, что уже нет смысла как бы откладывать эти меры, нужно экономике помогать. И вот мне понравилось решение, не знаю, правда, кто из законодателей выступил инициатором этого решения, но вот раньше, как ты помнишь, две недели назад стали активно обсуждать фонд помощи на 816 миллиардов долларов, ой, на 916 миллиардов долларов. И опять же, были те, кто каким-то статьям был не согласен с тем, что нужно согласовывать вот сейчас оперативно такую сумму. Вот как раз межпартийные законодатели решили убрать из этого фонда помощи спорные статьи, сократить его с 916 миллиардов до 750, чтобы точно уже протащить. И сегодня мы ждем как раз повторное голосование по этому документу. Поэтому я допускаю, Виталий, что еще до заседания Федрезерва, итоги которого мы получим вечером, рынки может очень сильно залихорадить, заштормить как раз на комментариях и обновленном фоне, связанном с уже фискальной бюджетной поддержкой от Конгресса, если решение будет принято. Резюмируем все, что я сейчас сказал, как этот фонд повлияет на динамику тех инструментов, с которыми мы работаем. Если ФРС смягчает монетарную политику, если Конгресс принимает решение о фонде экономической помощи, доллар будет снижаться. И ближайшая цель – это 90 пунктов, хотя многие уже ставят на то, что американская валюта просядет минимумом 2018 года, это там 88 с копейками. Также в прошлый раз, помимо доллара, я делал акцент на покупку европейской валюты, но тогда была отложка 1,2120. Мы чуть до нее не дотянули, но в целом тенденция остается растущая. Сегодня, конечно же, день будет волатильный, поэтому я допускаю, что евро с текущих значений мы топчемся прямо на многомесячных максимумах. Сейчас это важное сопротивление легко может дать коррекцию, почему бы и нет. Если все-таки эта коррекция будет, я думаю, что можно будет все равно на снижение покупать. И в качестве сделки предлагаю сегодня байлимит с уровня 1,2060-1,2070. Это стоп-лосс на отметку 1,20 и тейк-профит уже на прежних максимумах 1,22 и повыше. И еще хотел посмотреть на золото, потому что золото также будет очень сильно зависеть от решения Конгресса по стимулирующим мерам. Так вот, сейчас котировки 1,854. Соответственно, на волатильности по факту решения Конгресса и решения ФРС золото может дать коррекцию с новых скользящих средних 137-го периода. И вот здесь линию поддержки я еще указал, 1,840. Если мы туда придем, оттуда можно будет выкупать со стопом на уровне 1,825 и тейк-профитом уже гораздо выше. По правилам даже риск-менеджмента хорошая сделка может получиться. Хороший стейк-профитом на отметке 1,900 долларов за тройскую функцию. В качестве последнего комментария, друзья, на рынках будет сегодня очень жарко. Это 100%. Мы даже сейчас видим, как активно риск начинает двигаться, доллар тоже поджимают и дальше будет еще круче. Как только на рынок придут новости, о которых я сказал, диапазон хода в моменте. Некоторых активов может превысить 100-150 пунктов. Нужно быть к этому готово. Виталий, слово тебе. Всем привет. С твоим мнением по рынку согласен. Что по евро-доллару, что по золоту. Итак, в прошлый раз у меня была идея по евро-доллару. Идея была на два варианта. На пробой хая, который у нас был исторический, так скажем, исторический в текущем году. То есть это 1,21,76,6. Мы его не смогли пробить. То есть лимиточку я предлагал чуть выше поставить. Мы подошли в понедельник, прям там на полпункта не добили этот хай и отбились. И на текущий момент у нас как-то здесь, вот на этом историческом хае, понедельник скинули раз, во вторник скинули два. И сегодня на открытии европейского рынка аналогично скидывают. Конечно, есть поджатие, мы можем уйти на пробой, но есть вариант, который ты предложил, что евро может уйти вниз аналогично, возможно, в район 20,60. Аналогично я в прошлый раз тоже здесь выставлял лимитку, бай-лимит, но лучше, так скажем, посмотреть, что здесь будет происходить на вот этой поддержке. И здесь уже дальше смотреть на покупки с более, скажем, высокими ценами по евро-доллару. Я видел там на канале Амаркетс, ты делал прогноз на 1,25 до конца года. Но это не я делал, это отсылка была на Инвестбанк, но я, в принципе, согласен. Да, в принципе, мы можем сделать, до Нового года я не знаю, но среднесрочные цели пока стоят, можем добить тот хай 2018 года. Пока на сегодня можно рискнуть с текущих шартануть евро, это у нас 1,2160, все, что ниже, скажем, вчерашнего хая и понедельнего хая, мы можем уйти, но здесь стоп нужно очень маленький ставить, где-то в районе 1,2180-20 пунктов, потому что здесь, если будут пробивать, могут сильно уйти наверх, а могут, конечно, и кольнуть, собрать стопы и потом уйти на коррекцию, потому что давно не было уже коррекции по евро-доллару более сильный, можно так рискнуть, скажем, шартануть с профитом в район 1,2060, вот на этот минимум, это первый вариант. И второй вариант, скажем, если все-таки евро будет пробивать хаи, поставить защитный бай стоп на пробой, то есть это 21,80 с небольшим стоп-лоссом, там, около пунктов 30-40, скажем, такую именно ходовочку сделать. Конечно, могут это все сейчас или на новостях, там, запилить, конечно, эти уровни и повыносят с обеих сторон, поэтому рискованный момент по евро-доллару. Но пока тоже по нему смотрю в лонг, ну, скажем, там, на несколько недель, или, возможно, месяц, потому что можем еще 1,25 сделать, возможно, и выше, но долгосрочные цели я уже называл. И по золоту согласен с тобой, я еще в понедельник говорил, что стоит присматриваться к покупкам, но очень осторожно, только после какого-то импульса наверх. И импульс этот уже произошел вчера, поэтому на текущий момент, конечно, с текущих покупать сложно, нужно большие стоп-лоссы ставить, какая-то коррекция, вот там, где ты поставил лимитку на покупку, сколько там, 1840, да? То есть, в принципе, где-то в этой зоне, если будет какая-то коррекция по золоту, можно присматриваться с покупками. Стоп-лосс желательно ставить за вчерашний минимум. Конечно, могут без коррекции какой-то уйти наверх. Но цели, в принципе, по золоту, как я уже называл, и ты, в принципе, тоже, что мы можем достичь вот этого исторического хая. Конечно, здесь может еще что-то нарисоваться дополнительно, возможно, еще какое-то снижение более глубокое, только потом наверх. Ну, как-то вот так. Пока кто там, скажем, планирует там среднесрочно торговать, то, в принципе, по золоту я присматривался к лонговому сценарию, скажем такому среднесрочному на несколько месяцев. Ну, все может, конечно, поменяться в какую-то секунду. Ну, вот как-то вот так. А по другим инструментам аналогично все прет по тренду. Пока попробуем вот так сработать. Понял тебя. Ну что, действительно, наблюдаем за трендами, которые по многим активам очень очевидны. Бороться с ними не стоит. Друзья, если готовы рисковать, для вас не должно быть таких понятий, как там зайти дорого. Хотя, конечно же, покупать на таких локальных максимумах по многим инструментам – это очень опасно. Но все-таки тренд есть тренд. И уйти с текущих значений еще выше рынку ничего не стоит, особенно на таком фундаменте. Виталий, спасибо тебе за твою точку зрения. Хорошего у тебя закрытия недели. Я думаю, что оно будет очень удачным, потому что сделки у нас с тобой такие комбинированные, однонаправленные. То есть я тоже заинтересован в определенном развитии событий. Классно все выходных. И тогда уже встретимся на следующей неделе, в понедельник, и обсудим, где же там к тому периоду будет доллар и прочее, и другие рисковые активы. Спасибо тебе, Виталий. Все, пока. Спасибо. 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 Спасибо.